Готовы не только к труду, но и к спорту. Сотни сотрудников городских предприятий сегодня начали свой день с физкультуры. Сдавать нормы ГТО пришли целыми коллективами. Вот, например, воспитатели 105-го детского сада прыгают в длину. Говорят, работая с детьми, очень важно быть спортивными, чтобы успевать за непоседами. Мы решили пройти ГТО большой нашей дружной командой. Все были готовы к этому, но выбрали самых лучших, сильных, смелых и ловких. Кто-то со спортом на «ты», для других это давно забытые со времен уроков физкультуры ощущения. Воспитатели, учителя, сотрудники администрации, спасатели, казаки сегодня качали пресс, отжимались и подтягивались, бегали и прыгали. Все это входит в нормативы комплекса ГТО. Ну, а, пожалуй, больше всего восторга вызвала стрельба. И вот этот мушечек, пенечек, вам нужно совместить вот в таком виде все это, ровненько, ни право, ни влево, ни вверх, ни вниз, вот ровно вот так, садить. Стреляли из электронного макета пневматической винтовки. Специальные мишени реагируют на виртуальные выстрелы. Далее датчики передают информацию на компьютер, который протоколирует результат. Сегодня в фестивале ГТО участвовали сочинцы в возрасте 18+. В их числе и те, кто давно на пенсии, но продолжает заниматься спортом. Я постоянно занимаюсь спортом. Я вообще шоссейник, велогонщик. И поэтому я постоянно велосипедиваю. Вчера я съездил на Красную Поляну 163 километра. Сегодня ГТО сдали более сотни человек. Всего же в программе «Готов к труду и обороне», которая нацелена на развитие массового спорта, в Сочи уже приняли участие 7 тысяч взрослых. Еще 33 тысячи – это дети. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.